Чтобы леса помогали нам дышать, необходимо не допускать распространения болезней, которые приводят к сокращению лесных массивов. В нашем регионе обследование деревьев и санитарные вырубки проводит учебно-опытный филиал Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес». Минувшую пятницу наша съемочная группа выехала на границу Щелковского городского округа, где рядом с селом Улиткино ведутся работы по устранению последствий заражения леса короедом-типографом. Сейчас располагаемся на лесном участке в квартале 45 Свердоскотческого лесничества. На месте проведения санитарно-заводительного мероприятия сплошной санитарной рубки. Работы на данный момент еще не окончены, то есть проведена рубка деревьев погибших, которые валежника, бурелома, порубочные остатки собраны в куче, которые в дальнейшем, согласно техническому заданию, будут утилизированы. Олег Корегин сообщил, что такие санитарные вырубки – не просто необходимость, это делается для устранения последствий вспышки заболевания, бушевавшего в наших лесах на протяжении нескольких лет. На данном участке санитарная вырубка произведена по просьбе местных жителей. Был осуществлен в 2020 году выезд лесопатолога нашего филиала специалистов Рослесозащиты, по результатам лесопатологического обследования было принято решение о необходимости проведения санитарной сплошной рубки на данном лесном участке. На этом участке еще предстоит вывести оставшиеся порубочные остатки, выровнять территорию, а затем будет произведена высадка нового леса. Это выполняют профильные организации Министерства лесного хозяйства. Ну а кроме специалистов этим важным делом займутся еще и инициативные жители, которые дважды в год участвуют в организованных администрацией округа акциях под названием «Посади свое дерево». Я думаю, что эта акция уже пройдет в следующем году, потому что сейчас будет убран этот лесной квартал, и здесь, соответственно, необходимо будет сразу делать воспроизводство леса. Поэтому либо весной, либо осенью мы обязательно здесь встретимся и будем высаживать деревья. Важно то, что люди понимали, что вырубается лес не для того, чтобы кто-то зарабатывал на этом деньги, не для того, чтобы здесь произошло какое-то строительство нового населенного пункта или коттеджного поселка, что на данной территории будет произведено улучшение, будет обновление леса. Наши собеседники просят местных жителей набраться терпения, ведь работы, которые здесь ведутся, делаются для нашего общего экологически благополучного будущего. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.